Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. У нас сегодня ломится стол. У нас Макдональдс. И не только, кстати. Я заварила лапшу, две упаковки и сделала с небольшим лайфхаком, который подглядел у одного мукбанкера. В общем, она сверху добавила сыр. И получается реально очень вкусно, потому что за кадром уже однажды я делала себе такую лапшу. Здесь две упаковки. Я думаю, должно хватить так многовато. Хотя в кадре кажется, что не так много. И здесь у нас с вами Макдональдс, которого очень давно не было на моем канале. А все почему? Потому что очень сильно выросли цены на Мак. Я считаю, что у нас куча альтернативы. Да, я безумно люблю Мак, но чтобы покушать одному человеку, вам понадобится 20 манат. Я считаю, что за эти деньги в нормальном ресторане можно съесть Альфредо, Фетучини, какую-то пасту вкусную. А если кушать фастфуд, очень много альтернатив местного производства. Поэтому как-то я забила. Но, если честно, очень много людей заказывают. И вообще мест нету ни в одном Макдональдсе. Мой заказ, когда привозил курьер, у него с собой еще были доставки для 4-х человек, которые живут в этом здании. Вы представьте себе, сколько люди заказывают. Так, у нас здесь наггетсы, луковые кольца, картошка фри. Взяла самое маленькое. Соус барбекю, макчикен. И вот всего за это я отдала 20 манат. Ну, я обожаю их наггетсы. Горячие. В этот раз я знаете, как сделала? Я уже была на чеку. То есть я ждала их. И у меня уже макияж, боевой раскрас. И у меня абсолютно все было готово. Как только привезли Макдональдс, потому что я знаю, что очень быстро делаю доставку. Сразу села снимать мукбанг. Ну, вкусно. Вкусно. Но каждый наггетс стоит почти манат. Еще плюс, платная доставка. Можно чуть-чуть дешевле купить, если вы возьмете с этом. Очень классный компас это. Но везде напиток. Либо кола, либо фанта. А если вы смотрели предыдущий мой мукбанг, я там вам говорила, что я перешла на обычную воду. Да, я ем фастфуд. Жареное. Там, не знаю, вредно я все это кушаю. Но от газировки я решила отказаться. И так я себя чувствую гораздо лучше. Так что не знаю, как для кого. Для меня это очень действенно. Возможно, не навсегда. Но хочу на какой-то период. Просто постараться отказаться от газировки. Потому что я настолько привыкла к ней, что уже, знаете, одно время даже было невкусно кушать фастфуд без газировки. Чем больше сыра, тем вкуснее. В этот раз я немножко пожадничала. Меньше сыра добавила. Я когда первый раз только пробовала, добавила очень много сыра. И получилось безумно вкусно. Это было просто шедеврально. Сегодня я буду отвечать на ваши комментарии под видео с роллами. Давненько я уже так не делала. Поэтому кому не сложно, у кого есть интересные вопросы касательно меня, задавайте их здесь внизу под видео. Я буду отвечать. А если вопрос, который вам интересен, уже успели задать, обязательно залайкайте его, чтобы я его поскорее увидела и ответила на него. После суши я еще выложила. Точнее, сняла еще один мукванг. Просто не знаю, когда именно его выложила. Так что вот такие пироги. Комментарии. Я не знаю, возможно, буду вставлять в видео, хотя это тоже геморрой. Поэтому надеюсь, что вы мне верите, что такие вопросы есть. Можете зайти в видео, где я кушаю роллы. Там все эти вопросы есть. Здравствуйте, Айка. Скажите, пожалуйста, это ваша вторая квартира, так как вы уже покупали квартиру и сказали, что ее сдаете. Некоторые пропустили это видео. Многие почему-то подумали, что я первую квартиру продала и купила другую. На самом деле нет. Эта квартира у меня стоит. Это просто вторая, в которой я планирую жить. Потому что ремонт здесь мне не нравится. Дизайн, место расположения. Хотя нет, наверное, место расположения нормальное. Но у этой квартиры очень много минусов, про которые я вам уже много раз рассказывала. Поэтому жить я планирую на новой квартире. Хотя, знаете, жизнь такая непредсказуемая штука. Возможно, когда квартира достроится, я просто ее продам и куплю себе частный дом. Сколько вижу различных видео про то, что сложно жить в частном доме. Столько забот. Постоянно голова болит. Я не могу вам описать, насколько мне нравится, например, ехать в деревню. И мне нравится, что элементарно я могу выйти во двор и попить чай. А так как я живу в Азербайджане, зимой у меня не будет ни снега. Я могу даже зимой на улице попить чай. Сейчас все, наверное, подумают, ой, это будет ошибка. Не знаю, девочки. Просто частный дом обходится очень дорого. Даже если я продам эту квартиру, я все равно не уложусь. Поэтому пока что загадывать не буду. Как будет, так и будет. Следующий вопрос. Если ты выйдешь замуж, эти квартиры ты будешь при разводе делить, у нас в России все, что до брака, то личное. У нас то же самое. Во-первых, я считаю, что выходить замуж с мыслью о том, что ты разведешься, кто кому достанется. Это немножко неправильная стратегия. Вы уже себя настраиваете на то, что что-то там не получится, вы разведетесь и так далее. Но в любом случае это имущество, которое нажито до брака. Поэтому, правда, вы сейчас, наверное, начнете писать никогда не говори никогда, все может пойти не по плану и все дела. Я, конечно, все понимаю, но настраивать так себя тоже неверно. вообще неправильно. Но, насколько я знаю, та квартира, которая в рассрочке, она не считается еще моей. То есть, она перейдет мне в собственность только тогда, когда я закончу. А закончу я через 36 месяцев. то есть, условно говоря, через 3 года. Поэтому как-то так. Но больше всего я люблю свою первую квартиру. Не знаю, ее обожаю. Я просто понимаю, как хорошо, что я постаралась и ее купила. Почему вредная еда такая вкусная? Почему по по рецептам они могут быть настолько божественно вкусными? Следующий вопрос. Кроме как жрать, ни на что ты не способна. Вечно фигней страдаешь. Тут я абсолютно с вами не согласна. Мне кажется, доказательство тому мой азербайджанский канал. На этом канале, признаюсь вам честно, всего 4% меня смотрят Азербайджан. И то это люди, которые любят мукбанги. я с нуля создала влоговый канал, на котором чисто я снимаю влоги. Сейчас там просмотрим больше, чем здесь. Вы можете просто для интереса зайти и посмотреть, если мне... если вы просто мне не верите. всего у меня там где-то 20 видео. Одну там 150 тысяч набрала. где-то около 100 всем. 70-60. Ну, ниже 50, по-моему, там видео нет. Не то, что я хвалю себя. Я просто не считаю себя такой бездарностью, какой вы пытаетесь мне представить. я долгое время работала в строительной компании. Зарабатывала очень хорошие деньги. Я работала в магазине техники с вместителем директора. Возможно, так как я снимаю мукбанги, я произвожу впечатление такого, знаете, чокнутого человека. но на самом деле это не так. Просто мукбанги, я их сама очень люблю смотреть. Это просто моя отдушина. Вот некоторые писали в комментариях, что почему ты не снимаешь в последнее время совместные мукбанги. начинающие азербайджанские там мукбангеры есть, почему тебе их не поддержать и все дела. Мне даже предлагали деньги за совместный мукбанг. Такое тоже было, но сейчас мне не нравится совместные мукбанги, мне просто не нравится быть в дуэте. это то же самое, как ты певица и ты исполняешь песню соло. А если вы помните, в 2010-2012 годах были популярны именно группы. но порой даже в группах менялись солистки и мы с вами даже этого не замечали. Например, в Ягроках там постоянно менялись солистки. Вот честно, я даже не замечала этого. А вы знаете почему? Когда ты в группе, на мой взгляд, опять же, тебя зрители не видят как личность. То же самое с этими хайп-хаусами. Там тоже столько блогеров прославилось, а сейчас мы даже не знаем, где эти блогеры. Все просто забыли про них. Про их существование. Поэтому я хочу вести свой канал. Я считаю, что я уже доросла до этого уровня. У меня уже 370 тысяч подписчиков это очень большая цифра. Я хочу прежде всего быть личностью. Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с какой-то подружкой. А почему вы не снимаете совместные мукбанки? Это вечные сравнения. Я не говорю, что всегда в мою пользу. Иногда и меня обсирают, иногда и подружку и все дела. просто мне хочется, чтобы моя аудитория воспринимала меня как личность. Поэтому я не стремлюсь даже на своем азербайджанском канале. Хотя я очень быстро развилась. Развилась. Развила свой канал. Мне предлагают коллаборации и так далее. я понимаю, что я не хочу этого. Перегнать аудиторию. А зачем? Я своего зрителя и так и так найду. Человек, который один раз посмотрит мой влог, если этот человек почувствует, что ей интересно, она будет меня смотреть. И не нужно ничьей помощи. Ну, как-то так. я не считаю, что тогда я сделала ошибку. Самое главное, что без совместных мукбанков я смогла стать блогером. Я смогла существовать уже длительный период и без совместных мукбанков. Некоторые в комментариях меня просят там и СССР снять, и просто мукбанк с подписчицей, потому что этот контент действительно был интересен многим, но он перестал быть интересен мне. Поэтому я приняла решение, что такие видео я уже не буду снимать. Мне комфортно одной. И самое главное, я вижу, что просмотры стабильно отличные. Зачем мне еще кого-то привлекать? И последний вопрос, на который я хотела бы ответить. Беспроцентного ничего не бывает, рассрочка такой же кредит, просто многие не знают о некоторых моментах. Так, начнем с того момента, что квартиру, если бы я купила бы наличные, я бы заплатила ту же самую цену, которую я плачу сейчас, разделив ее на 36 месяцев. Но когда вы берете на 5 лет, вам опять же говорят, что у вас беспроцентный кредит, но это не так. Потом, когда садятся оформлять, именно поэтому я на 5 лет брать не стала, хотя изначально я шла в офис покупать именно на 5 лет. Я увидела в рекламе беспроцентный туда-сюда, думаю, блин, как классно, а оказывается нет. 9% годовых и плюс еще вам квадратный метр продают намного дороже, нежели вы бы купили налично. Я поняла, что это чисто маркетинговая уловка. Потом уже не хотела брать. Обожаю эту водичку, она такая вкусная. А потом мне рассказали про 36 месяцев, и я заплатила ровно такую же сумму, которую я бы заплатила налично. Так что это абсолютно беспроцентный кредит. На этом, пожалуй, все. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока!